Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите тележурнал Кузбасский Ковчег. Мы рады поздравить вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня в нашей программе. На выезде из Кемерово освящен закладной камень под строительство часовни. Рассказ об одной иконе – Покров Пресвятой Богородицы. В Музее истории православия на земле Кузнецкой открылась выставка работы известного кемеровского художника Александра Зайцева. 14 октября празднуем Покров Пресвятой Богородицы. На выезде из Кемерово по промышленной трассе затевается новое строительство. 1 октября на небольшом огороженном участке вблизи кладбища был отслужен молебен с освящением закладного камня. О, ежи, благословите доброе сие намерение и дело рабов своих, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, ежи, благословите начаток основания здания, сего и благополучно в славу имени своего начала его положитеся. Испешно в совершении кроме всякого препятия произвестися. Силу и действам и благодатью Пресвятого Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Честнее Твою кровь. Настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского в поселке Комиссарова Ирей Васильевов-Варенюк осветил камень по строительству часовни в честь святой великому ученице Екатерины. Инициаторами этого нового дела стали прихожане церкви Сергия Радонежского. Я и мой брат Юрий, мы два родных брата, у нас появилась такая идея, чтобы на этом месте, на въезде в город, у кладбища, тем более у нас здесь похоронены близкие, мама Екатерина, отец Петр, близкие, друзья, родственников здесь на кладбище много. И на въезде в город как раз нет ни одного храма, ни одной часовни. У нас появилась цель построить, подключились к этой идее, потихоньку, потихоньку, выбили вначале площадку, было сложно, потом определились, что будет храм, правильная часовня, которая будет в честь святой великому ученице Екатерины. Ну вот эта идея сейчас воплощается в жизнь. Благословляется камень сей, окроплением священной воды сия, в неколебимые основания часовни, созидаемые во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Строительство часовни, я думаю, здесь оно очень уместно. Это, как мы уже сегодня говорили, во-первых, что она будет находиться на территории кладбища, что каждый человек в дни особого поминовения усопших будет иметь возможность зайти сюда и помолиться, поставить свечку, идя на могилки своих знакомых, родных, близких. Также эта часовня находится, как вы видите, на проезжей части, при выезде из города Кемерово. Человек, въезжая в город, может поблагодарить Бога за благополучный, совершивший, прошедший путь, который он только что совершил. Также, выезжая в дорогу, спрашивает благословение Божьего, помощь. Это не так все просто делает. Мы начали с весны, и сейчас уже осень. То есть, и поэтому мы сейчас в зиму уходим, даже не успеваем, как бы даже сделать. Единственное, мы сейчас постараемся сделать фундамент, то есть ту площадку, на которой будет стоять сам храм, часовня. Что вы успели за этот период, с весны, помимо того, что выдели землю? Сделали проект. Проект, значит, выбирали часовни. То есть, согласовывали с батюшкой, с отцом Василием, значит, какая ширина, какая высота, какие, где будут детали церковные. То есть, понимаете, чтобы она и не повторяла ни какие-то другие. И была особенность, как бы своя часовня была. То есть, архитектору давали задачи, он исправлял, опять посмотрим, опять исправим, опять посмотрим, опять исправим. Это еще не факт, что именно то, что у нас будет. Все равно по ходу будут какие-то детали еще дополняться. Ну, основная часть, значит, храма этого, значит, уже сделана и одобрена, то есть во всех инстанциях. Какими делами наполнена наша жизнь? Строим дома, пишем картины, растим помидоры, детей воспитываем, работаем, отдыхаем, живем. Но жизнь – это только часть большого пути. И когда-то время нашего пребывания на земле заканчивается. О, безумный человече, да коли углебаешь, и якобы пчела, собирающий богатство твое. Вскоре бы погибнет, якобы прах и пепел, но боли их защит царствие Божие. Вы знаете, есть, наверное, в подсознании, когда ты должен не брать, не брать, а когда всегда мы берем, что-то берем, чего-то стремимся, и что-то мы должны отдать. Понимаете? Ну, отдать какую-то у нас, ну, это что-то сделать душевное. Это вот мы говорим сейчас о храме, о часовне, которую мы решили сделать и посвятить этот храм своим близким. В первую очередь маме с отцом и другим, и вообще знакомым и незнакомым. То есть, который будет приходить в этот святой храм и как бы молиться, отпускать, как бы будем свои грехи, просить Бога о чем-то. Вот, и понимаете, а иногда вот для души стоит это сделать. Когда мы долго с братом говорили, как, что, то есть, и, в принципе, ну, у нас эта идея появилась просто одновременно. И мы как-то ее подхватили, давай, 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 давай. И вот, в принципе, да, ситуация в стране ухудшается, в Кузбассе тоже сложная, да, экономическая, я имею в виду. Ну, мы не отступим от своего пути, мы решили идти до конца, ну, и сделаем. Каждое дело, оно всегда будет, человек упывает на Божью помощь. То ли это супружеская жизнь, то ли это какое-то дело однодневное, то ли это строительство. Человек, он сам по себе ничего не может без Божьей помощи. Поэтому сегодняшний день мы здесь собрались, чтобы попросить у Бога благословения на строительство часовни в честь святой великомученицы Екатерины. Чтобы по ее молитвам, по ее предстательству Господь помог осуществить это великое, богоугодное дело. Сегодня я хотела бы вам рассказать об иконе праздника Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября мы празднуем Покров. Праздник нам напоминает событие, которое происходило в X веке в Константинополе, столице Византийской империи, когда город был осажден врагами. Жители в последней надежде на спасение пришли помолиться в храмы. В частности, в церковь, посвященную Пресвятой Богородице, расположенную в районе Блахерны, или, как ее в народе называли, Блахернскую церковь. Там с V века хранилась риза, амафор, то есть Покров, и часть пояса Пресвятой Богородицы. Жители собрались на ночную молитву. И здесь мы их можем увидеть. Жители и даже император. Лев VI мудрый. Его называли мудрым, поскольку он писал несколько трактатов, а также стихотворений. У него была кроткая жена Феофания, которую в народе уже почитали святой. Также здесь мы видим святого Андрея Юродева. Он был очень красивым, очень умным, начитанным, но избрал для себя подвиг юродства. И из-за этого ходил во вретищах. У него был ученик Епифаний. И известно, что в дальнейшем он стал патриархом. Именно святой Андрей Юродевой и его ученик Епифаний в 4 часа ночи увидели, что молятся не только люди, но также и Царица Небесная в сопровождении ангелов и святых. Пророка Иоанна Предтеча и святого апостола Иоанна Богослова. Здесь мы также видим и других святых. В определенный момент Царица Небесная сняла со своей главы покров и простерла над всеми собравшимися в храме людьми. И это увидели святые Андрей и Епифаний. И они умилились. И через некоторое время видение исчезло. И что же произошло наутро? Враги без видимой причины прекратили осаду города. И, соответственно, Константинополь был спасен. На этой иконе мы видим и других святых. В частности, это святой Тарасий, патриарх константинопольский, и святой Роман Сладкопелец. Святой Тарасий жил в 8 веке нашей эры. Именно при нем был созван собор, который утвердил иконопочитание и запретил иконоборчество. Соответственно, святый патриарх Тарасий, конечно же, выступал за иконы и, в частности, за иконы Пресвятой Богородицы. Святой Роман Сладкопелец жил еще раньше, в 6 веке. Известно, что он был пономарем самого большого храма в империи Софийского собора. И он был очень прилежным, но, к сожалению, у него не было голоса. И своей прилежностью, усердием он снискал любовь к патриарху. За это его не любили некоторые клирики храма. И однажды при стечении народа перед Рождеством они вытолкнули святого Романа на англон, чтобы он пел. Святой Роман, имея не очень хороший голос, еще сильнее растерялся, из-за этого его голос очень сильно дрожал. И он принародно осрамился. После этого он всю ночь плакал перед иконой Пресвятой Богородицы, прося утешения и заступничества. И она ему явилась, дала свиток, который он должен был съесть. И наутро у него был отличнейший голос. На следующий день Святой Роман пришел в собор и попросил сам уже на этот раз, чтобы выйти на англон и спеть в честь праздника. И когда он спел, все люди умилились. И после этого как раз ему и было дано прозвище «Сладкопеец». Все эти события, которые представлены на иконе праздника Покров Пресвятой Богородицы, должны разогреть нашу веру, чтобы мы сердцами обратились к Покрову Пресвятой Владычице или Господу Иисусу Христу при жизненных тяжелых обстоятельствах, а не впадали в уныние. Музей православия на земле Кузнецкой в очередной раз доказал, что он внимательно следит за культурными событиями в жизни нашего родного края. Таким событием в жизни города Кемерово стала выставка «Воздвижение». Она посвящена одному из двунадесятых церковных праздников, а также приурочена к 50-летию ее автора – известного кемеровского художника Александра Зайцева. Открытие выставки собрало много почитателей творчества художника. Большинство работ было предоставлено для выставки владельцами частных коллекций. Новые произведения мастера всегда находят ценителей. А вообще выставка эта случилась почти спонтанно. И когда мы вспомнили, что вот-вот наступает воздвижение, то мы, конечно, и посвятили ее этому празднику, тем более, что в нашем распоряжении вот этого старинного литья крест оказался, и он очень хорошо соединился с работой этого мастера, ну, в общем, в центре которой – древо. Древо жизни – это такая тема, которая вдохновляет многих художников, но и нас тоже. Александр Зайцев работает в смешанных техниках. Его художественные высказывания не связаны традиционными решениями, и поэтому всегда неожиданный и оригинальный. Деревья, птицы – это главное население всех его холстов, ну, по крайней мере, за последние 15 лет. Вообще он, конечно, очень тонкий, медитативный художник, который, ну, сам свое творчество называет, как он и сказал вам, наверное, да, амальгоманизм, когда все во всем отражается. И вот эти поиски этих отражений мира в себе самого – это, в общем, действительно та задача, которая вроде бы кажется нерешаемой, но в его творчестве удается ее решать. В экспозиции выставки представлено около 30 живописных, графических и керамических работ, выполненных в разных техниках. По словам координатора выставки Людмилы Оленич, в каждой картине, независимо от того, природа это, силуэт человека или что-то еще присутствует символическое начало, несущее надмирные смыслы образа, поскольку творчество художника обращено ко всей Вселенной. Я подошла к этим распутывающим сети, потому что в ней есть, ну, достаточно типичные какие-то моменты, которые характерны для многих других вещей от последнего десятилетия. С одной стороны, это необычайно тонко по живописи написано, и в то же время живопись глубокая, такая дышащая, а с другой стороны, конечно, здесь, ну, важна, условно скажем, сюжетно-содержательная основа, хотя здесь нет никакой причастности к жанрам, к таким типичным жанрам, которые мы знаем в отношении реалистического искусства. И с одной стороны, вроде бы, здесь включены пейзажные элементы, а с другой стороны, когда начинаешь вглядываться в эту вещь и видишь этих распутывающих сети, то сразу погружаешься, ну, насколько это возможно, в какое-то философское размышление. Кто распутывает сети? И что за сети? Сети бытия, сети этой реальности, которую все время хочет преобразить художник, и пройти искус эти сети. Может быть, вынырнуть подобно ловкой рыбке из всяких уз, которые связывают нас. В центре экспозиции одна из живописных работ Александра Зайцева под названием «Воздвижение». Она и несет в себе ключевое значение для всей выставки. Это произведение написано на старой иконной доске, на которой давно утрачен первоначальный живописный слой. Остались только следы грунта. На этой поверхности кеймеровский мастер написал «Дерево жизни», соединив его, как на старинных иконах, с литым распятием Христовым XIX века. Медный крест имеет гравированную надпись «Крест – хранитель всей Вселенной». По словам художника, любое произведение – это духовная работа, путь по воздвижению себя на очередную высоту. Именно в этой неразрывной связи природы и человека, его духовного пути, и видится устроителем выставки ее основная мысль. С экспозицией выставки зрители могут познакомиться в течение всего октября. В час, когда беда стучится в двери, в час, когда в спасение не веришь, испокон взывали на Руси Пресвятая Богородица, спаси! Скорби над растерзанной землею Соберутся тучей грозовую, Крест свой со смирением неси Пресвятая Богородица, спаси! Тайны обнажаться сокровенные, Древнюю усталую Вселенную Покаянным плачем сотряси Пресвятая Богородица, спаси! Если в душу прокрадется червь уныния, Чадо Божие, поскорее отринь его! В сердце дерзкий ропот угаси Пресвятая Богородица, спаси! Пусть надеждою сменяется отчаяние, И в молитве растворяется печаль моя, Веруй и без устали проси Пресвятая Богородица, спаси! Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие телезрители, нам очень важно Ваше мнение о нашей программе. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok